Ежегодно Республиканский центр образования в стенах своего учреждения принимает юных ученых со всех уголков Дагестана, которые готовы изменить мир и наполнить его новыми идеями и разработками. В этот раз поступило более 1300 заявок. Свыше 800 участников конкурса прошли на очный этап проекта. И сейчас в центре собрались претенденты на лучшие работы. Сегодня в это учреждение с утра зашли 1542 человека. Я думаю, что каждый из них оставит в нашем заведении частичку своей теплоты, добра и любви. И каждый ребенок, и каждый педагог, каждый студент, который сегодня волнуется, потому что он проходит конкурсное испытание, для себя откроет новую страницу своей жизни, определит новую точку, которая определит возможную траекторию его дальнейшего роста. В республиканском конкурсе «Науки питают юношей» могут принять участие все желающие от дошкалят до студентов и молодых педагогов. Сегодня в центре работают 34 площадки разных направлений, где ребята демонстрируют новые изобретения, проводят эксперименты, приручают роботов, занимаются 3D-моделированием и рассказывают о достижениях молодых ученых. Я представляю выставку «Молодой ученый будущей России». Кошевников Алексей Михайлович – это кандидат технических наук, создал интеллектуальную систему для мониторинга самливости и внимания водителя транспортного средства при помощи камеры смартфона. Также в рамках данного проекта пройдет стратегическая сессия «Пути в науку», где будут подняты актуальные вопросы касаемо кадрового дефицита в Дагестане и что нужно сделать, чтобы дети хотели трудиться и учиться в вузах республики. А для этого нужно ребенка приобщать к науке, к познанию, к изучению всего нового интересного, уже начиная с трех лет. Вот вы можете пройти сегодня, посмотреть, вы увидите, как у нас детсадовский возраст, маленькие дети, с каким упоением они говорят, рассказывают, доказывают. Это очень здорово. По словам Анжелы Байрамбековой, такие конкурсы нужны, чтобы продемонстрировать, как республика готова поддержать юных талантов и перспективных ученых. Ведь это – площадка для их роста и развития.